Есть в России хорошие города, а есть нехорошие. Вроде красивый Магнитогорск, но озлобленный. Взять Челябинск, взять МИАС, нормально, злобы нет. А злоба возникает когда? Сразу же и на дорогах. Ну, Челябинск. Ну, я буду говорить, что по улицам больше идеал. Трамваи есть, но не долбят город. А вот с маршрутками проще и грамотнее. Остановки только на местах для высадки пассажиров. Ничего, господа, пройдетесь и протрясете жир. И нормальные автобусы, а не газели. Хотя вы зайдите в Уралавто и посмотрите, какие новые газели для пассажиров есть. Хорошая новая газель Next. Тоже тема. Высокие потолки и больше места. Ну, практически пас. То есть, господа маршрутчики, или вы сделаете грамотные маршрутные такси, или, а поскольку вы нарушаете, сотрудники ГИБДД у МВД России по городу Магнитогорск, продолжит целенаправленные профилактические мероприятия по проверке пассажирских перевозок. Конечно, скулят пассажиры. Почему нас остановили? Да почему, почему? Вы перегрузили автобус. Попал водитель. Ну, конечно, он не знал, что автобус-то внезапно перегрузился. К слову, о водятлах таковых. А вы думаете, что будет при аварии? Они смоются. А владельцы автопарка могут и сесть. Вы думаете, газелеводы, как машину на лысой резине в гололед отправлять? Да, я как папа пострадал. Теща и сын после ДТП вылазили сверху. Клево было. Супруга сколько раз снимала водителей, болтающих по телефону, а это запрещено. Вот откуда у нас озлобленность. Если газелисты с полным отсутствием желания ездить правильно, крысячат город с утра. Ну, сами думайте, что может и в каком состоянии человек, приезжающий на работу, а затем и дома. Работайте по правилам и все будет нормально.